Буэнос Диасперцы. Ядерно-развитно вызряют ваши экраны, а это значит, что у нас сегодня качественный ремастер самого популярного видео на моем канале. Да, это туториал по Майнкрафту, поэтому не удивляйтесь, усаживайтесь по улыбни, берите антички и внимательнейшим образом втыкаете. Сегодня будем говорить про карьеру. Итак, на кой черт он вообще нужен? Постараюсь не выражаться, но тем не менее. В общем, карьер нужен для того, чтобы автоматизировать добычу ресурсов максимально бескомпромиссным способом. Итак, что он из себя представляет? Это у нас шестеренки, из них три железных, две золотых и две алмазных. Кусок редстоуна и алмазная кирка. Вроде бы все просто, но нет. Потому что, грубо говоря, каждая следующая шестерня крафтится с применением предыдущей и собственного материала. Исключение деревянное. Ну и железное, судя по всему, и Мерсов Инженеринг добавляет обходной путь. Но мы сейчас говорим о билдкрафте. Вот, здесь вот так. Каменная и деревянная. Деревянная крафтится довольно просто. Четыре палки. Но их нужно уже семь штук. Далее. Крафтим каменную. Их тоже семь. Железную. Еще семь. То есть у нас уже ушло 28 палок, но это вроде мелочи. Булычник-то его считает. А у 28 железа на первых порах может быть болезненно. Дальше. У нас на очереди золотая шестерня. Но их уже нужно не семь, а четыре. Поскольку из них нам... Из семи железных нам надо три оставить. Дальше у нас требуется 16 слитков золота. И потом еще восемь алмазов на две алмазных шестерни. Плюс три на алмазную кирку. В итоге получается 11 алмазов. Ну, редстоун, палки и прочее барахло никто, как правило, не считает. Но черт бы с ним. Если... Дай я тебе включу день. Если просто поставить карьеру вот так, то есть вот он пишет, что он будет загружать два чанка, и копает он у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять на девять блоков до упора. Пока не упрется в бодрок. Почему я не стал копать блоки под вот этой вот полосатой рамкой? Смотрите. А эти блоки нужны для того, чтобы карьер построил внутренних рамку. Соответственно, вот у вас, грубо говоря, блок. Вот эту штуку, например, поставим. Видите? Полоска через него проходит. Что это значит? Правильно. То, что этот блок во время работы карьера, вернее, во время начала его работы, будет нещадно снесен. Причем истинно билдкрафтовский карьер будет их просто сносить. Уничтожать. Но это в прошлых версиях. Потом все-таки эту фишку побороли и сделали так, что карьер заглатывает блоки. Но, опять же, проверяйте на своей сборке. Может что-то пойти не так. Ладно, едем дальше. Допустим, карьеру мы поставили. Но почему девять на девять? Мне этого мало, спросите вы. Я понял. Поэтому есть еще вот такие вот штуки. Направляющие метки. Красный факел и кусок лазурита. Делается вот так. Раз. Рядом ставим красный факел и появляются лучи длиной в 64 блока. Уходят они во все шесть сторон. Далее. Выбираем, грубо говоря, сторону, в какую будем строиться. То есть этот факел должен стоять на одном из углов. И в определенном месте, то есть вот так, к примеру, можно, а вот так уже нельзя. Мы подставляем еще одну метку. Ну, я сделаю на блок короче. Делается это исключительно для того, чтобы мы могли правильно, правильно выставить метки, выделив рабочую зону карьера. Таким макаром мы ее как раз таки и увеличиваем. И далее по диагонали ставим третью метку. В принципе, трех достаточно. Но если вам охота немножко погеморроится, можете поставить четвертую. Дальше. Убираем красный факел. Он нам больше не понадобится. Делаем щелчок правой кнопкой, и у нас появляется красная рамка. Теперь ловите момент. Оп. И карьер выделил всю вот эту область. То есть в этой области он и будет копаться. Ладно. С установкой карьера разобрались. Поэтому нам сам блок не нужен, а вот эту дырку я закрою песчаником. Теперь нужно построить систему хранения. Самый простой вариант это вот так. То есть просто от карьера отходит труба. К ней подключены сундуки. Все вроде бы просто. Но опять же, даже учитывая чисто билдкрафт, фишек будет до хрена. Например, можно вот здесь в местах сопряжения с сундуками поставить глиняные трубы. Они же вводящие. То есть, если в инвентаре, который стоит рядом с трубой, есть место, предмет у идет туда. Если нет, пройдет дальше. Можно настроить фильтрацию с помощью алмазных труб. То есть, грубо говоря, железо налево, медь направо, камни вверх, там еще какое-нибудь барахло вниз и так далее. Вариантов куча. Я сейчас на этом подробно так останавливаться не буду. Я думаю, те, кто смотрел старый видос, там я про это упомянул. Но с другой стороны, опять же, старый видос был снят 6 лет назад. С тех времен до хрена чего поменялось. Поэтому продолжим. Поскольку все, по сути, готово к запуску, теперь нужно карьер запитать. Я не буду, как в прошлый раз, возиться с двигателями и прочим барахлом. Есть же куча других метод. Например, вот такие вот штуки из мода Power Converters. Вот такая вот башенка. Три блока. На всякий случай покажу крафт. Это у нас Power Converters. У меня версия 1.7.10. Напомню, снимаю ее исключительно на своей сборке. RF Producer. Родюсер. Так, нам нужен консюмер. То есть у нас два варианта крафта. Ну, огонь это понятно. Мы никак не получим. Так, небольшой косячок. Вот, у него нет рецепта. То есть у нас остаются медные шестерни, оловянные шестерни, катушка приема, катушка передачи, паровой динамо. Но это вмешался термал экспенджем. Он заменил вот этот крафт на огонь. Там в оригинале были, если мы память не изменяя, бронзовые шестерни. Паровая динамо-машина. Машинный корпус. И катушки приема, передача энергии. На всякий случай покажу. Ну, ресепшн-коил вообще крафтится проще всего. Трансмишн-коил тут же так же только слиток серебра. Далее. Шестерни. То есть, либо через каменную, либо через пресс. То же самое, наверное, с оловянными. Ну да, такая же борода. Не буду подробно зацикливаться. Ну и дальше. Динамо-машина. Вот, тоже через каменную можно вломиться. То есть, как вам удобно, они и Power Dictionary абсолютно совместимы. паровые машинки. опять же, трансмишн-коил. Это с серебряным слитком. Ресепшн с золотым. Так. И, собственно, машинный корпус. Оловянная шестеренка, 4 железа и 4 стекла. У меня тут мерцает все, как новогодняя елка, поэтому просто много стекла в сборке. Ладно. Энергомост, опять же. Thermal Expansion заблочил мне все варианты крафта. Но здесь получается у меня аж 4 варианта. Грубо говоря, стандартный билд крафтовский из 8 алмазных труб и блок редстоуна. Ну, 8 алмазных труб замечу, кинетических. То есть, блок редстоуна, еще 8 редстоуна. И, как раз, 8 алмазных труб. То есть, 2 алмаза на это придется потратить. Либо, как вариант, вот такой. Золото, золото, еще и еще золото, чтобы сэкономить алмазы. Стекляха и 2 редстоуна. Либо вот так вот через Thermal Expansion ломануться. Ну, или Industrial Craft. Золотые кабели, пара ботбоксов, оловянные пластинки и алмаз. Consumer я взял максимальное напряжение чисто для эксперимента. Поэтому вот так. Я слишком так уж подробничать не хотел. Но, все равно, получилось как-то вот так. И теперь просто бахаем на это дело панельку. Эта штука, по идее, сейчас должна заработать. Вот. Побежали кубики. Эти кубики есть не что иное, как блоки рамки. И когда он выплюнет оба яруса, он начнет копать. Причем копать довольно шустро. Насколько помню, для работы на полной скорости ему требуется 25 мегаджоулей, но это по старой системе, либо 250 растунфлакса за тик. Жрет он прилично, согласен. Но, по-моему, плата за удобство тут невелика. Ко всему прочему, у вас будут вагоны булыжника, его можно переработать в утиль сырье. Почему бы и нет? Ладно, все нитки он выкинул, причем сразу. Вот видно, как рамка падает на место, грубо говоря. Так, понаблюдаем этот процесс вблизи. Оп! И оп! Далее. сейчас должны появиться вот эти вот вещи, грубо говоря, как балки. И вот он пошел весело и бодро ковырять. Грызет себе там что-то. И вот так вот тихо, мирно, не шурша, но относительно. Чем больше слой, тем больше он его будет выковыривать. Естественно, здесь это все прямо линейно и пропорционально. То есть, вот видим, как наш песчаник весело бежит. А у нас тут все будет песчаник. Поэтому как-то вот так. Достаточно простой туториал, но я думаю многим он поможет разобраться в механике его работы, особенно тем, кто только познает моды. Я сейчас рассказывал вам самые азы. Дальше что уже делать с выкопанным карьером лутом, это уже исключительно ваше дело. Засим откланиваюсь кто-то если кто-то почерпнул новое. Всем спасибо. Всем посмотревшим тоже огромное спасибо. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, комментируйте, обсуждайте. Ну а пока до скорого. 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 Продолжение следует...